С Поднебесной на будовнество на Добрыжской паперовой фабрице грузы приходили и ранее, но не в таких объемах. На этом технику из китайского порта Инков у Гомель на промую привезли 40 контейнеров с обсталеванием. Амаль 9 тысяч километров состав переодолел за два тыдни. Для поравнания по воде, а потом по суше груз добирался до Беларуси около двух месяцев, а на будовнество зараз каждый день на улику. В настоящее время качество и время, 13, самое важное. Сегодня вот эти контейнеры придут уже на станции Гомеля, скоро мы должны отправить на объект Добрыж и начнут монтажный процесс. Маршрут распрацевали российские и белорусские чагунышники. У Гомеля приемку грузу, а потом ягу доставку на место будовнества у Добрыж, аж цауляя предприемство Гомель Желдар Транс. Для этого есть все необходимое. Предприятие на сегодняшний день имеет все возможности для этого. Это, ну я не говорю, современный кран, болт-кран грузоподъемностью 35 тонн. Также есть три автомобиля тягача для перевозки контейнеров. У будущей не рух по маршруте Инкоу Гомель станет регулярным. Китайская компания планует далее доставлять обсталявания для Добрыжской фабрики по Чигунце. Не выключено, что этот транспортный калидор будут выкорыстовывать и для инших белорусско-китайских проектов. Как знаковый этап промежуточный, безусловно, очень важно, что прошел этот этап доставки оборудования, вот как специалисты говорят, в рамках запланированных тех сроков, никаких там препятствий на пути не возникало. То есть это вот такой успешный, на мой взгляд, проект, который позволит и дальше доставлять грузы по железной дороге. И еще один несумненный плюс у тым, что Гомельщина у некоторой ступени стала часткой проекта экономичного пояса шоукового шляху, який зараз активно реализуется Китаем. Маршрут цягника Инкоу-Гомель литерально пролягая по гэтым транспортным калидоры. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель.